Привет, мои дорогие девушки! Сегодня мы с вами Веникло. По понятным причинам я не стала снимать обзор магазина, потому что очень многие моим зрителям, ровно половине моим зрителям этот магазин сейчас недоступен. Но я решила вам это показать, потому что я подумала, может быть, вам по старой памяти будет интересно, что новенького у нас продает Веникло. Не знаю, может и не интересно, но давайте тогда отличемся от того, что это Веникло и будем просто примерять вещи на весну, на лето. Очень базовые, очень такие, знаете, ну, вот такие, видите, джинсы. Боже, что здесь? Опять что-то я нашла в кармане или что это? Мама дорогая, возьму. Надеюсь, что это пачка денег. Вот такое вот белое, черное, немножко цветочек. В общем-то, у меня еще есть вещи. Примерочная маленькая, неудобная, поэтому будем как получится справляться. На мне сегодня вот такая вот цветовая гамма бежевая-зеленая и такой вот свитер, юбка, пальто мое. В общем, поехали. Примерки. Давайте начнем прямо с этой юбки. Черная такая юбка. Я сказала, что тут что-то в кармане. Я надеюсь, что это пачка денег. Здесь действительно есть карманы. Сейчас я ее примерю. Но я хочу посмотреть. Видите, к ней приделан вот такой пешок с чем-то черным внутри, потому что юбка вот такая вот черная сзади на резинке, а спереди просто вот пояс и такие складки. С двумя карманами. Стоит она 50 долларов. Давайте посмотрим, что это к ней приделано. К юбке приделано подкладка. Слушайте, так странно. Вот такая нижняя юбка. То есть она не пришита, а она вот лежит отдельно в мешочке. Зачем, я не знаю. Вот такой, как они придумали. Интересно. Вот знаете, серьезно, мне очень нравится эта юбка. Я только совершенно не понимаю, зачем нужна вот эта вот подкладка, которую я надела отдельно. Видите, вот она у меня внизу надета отдельно, потому что юбка совершенно плотная, непрозрачная абсолютно. Зачем они к ней приложили эту подкладку, может быть, как бонус, как бы два в одном, что вы можете ее носить в подкладку с чем-то другим, купившую эту юбку. Я не знаю, если честно. Я думала, что она будет более тонкая, это юбка и более прозрачная. Зачем тогда нужна подкладка? В принципе, юбка совершенно непрозрачная. Она вот такая вот довольно плотная, в такой плащевой ткани, сзади у нее резинка. Очень удобно это все. И карманы. Есть такие еще бежевые. Я видела, мне кажется, бежевые. Ну, такая светло-песочная, молочного цвета. Я снимусь вам в полный рост, тоже примерочно маленькая. И мне, чтобы себя в полный рост поймать, нужно делать вертикальную съемку. Ну, в принципе, вы знаете, вот хорошая длина. Красивая юбка, 50 долларов она стоит. Немножко мне жалко денег, но если она будет на распродаже, то в принципе она очень-очень симпатичная. Еще одна юбка. И такой у меня трикотажный топ. Я вам потом его покажу. И джинсовая коротенькая курточка. У них сейчас есть такие куртки. Вот такая джинсовая. Есть молочного цвета. И еще какого-то. Я, знаете, с фотою потом поставлю в фотографии. Значит, все очень странных размеров. Юбка на мне ларч. Я хотела медиум, но медиум не было. Но, может быть, это и хорошо, потому что я в нее свободно смогла забрать вот эту вот... Это не футболка. Это на самом деле такая трикотажный топ с длинным боковым. Я вам тоже его продемонстрирую. Юбка симпатичная. С разрезом небольшим. Тоже резинка сзади. И есть такие. Есть немножко такого цвета. Вот такая зеленая. У меня есть синего цвета. И вот джинсовая курточка очень симпатичная. Коротенькая. Стоит она... Ого! 60 долларов. Стоит она аж 60 долларов. Уникло, конечно, это дает. Из бюджетного магазина. Он как-то так плавно переползает. Не очень бюджетный. Нравится она мне. Это размер смол. Наверное, я бы горячилась. Мне нужна была, наверное, мидиум. Мне почему-то показалось, что она довольно большая. То есть как? Я могу ее на себе застегнуть. В принципе, да? Видите? Ну, это... Да. Нормально, даже смол очень страшно. Вот. Ну и вот эта вот ебка. Очень симпатичная. Показываю в полный рост вам комплект. В ебке мне не хватает карманов. А так ничего. Значит, ебка стоит 40 долларов. Эта штука 60. И внизу вот этот топ. Видите, он ментолового цвета. Точно как мое пальто. Я вам сейчас сниму курточку и покажу. Видите, какой он? Он довольно такой широкий. Это смол. Вы понимаете, да? И у него вот такой вот рукав. То есть он цельнокройный. И он, ну, такой не очень длинный. В принципе, это не футболка. Но в то же время это и не длинный рукав. Потому что у меня руки короткие. Если мне вот так вот, то нормальный человек будет чуть ниже локтя. Я вам сейчас его вытащу и покажу, какой он длины. Он довольно длинный. Его, в принципе, неплохо было бы с брюками носить. Видите, вот такая вот, в принципе, трикотажная футболка. Чуть-чуть поплотнее, чем футболка. Вот такой вот длины. И с какими-то брючками. Еще мне кажется, что оно сзади длиннее, чем спереди. Или мне так кажется. Но вот эта вот пройма очень интересная. И с брюками неплохо. Ну, в принципе, и с этой юбкой неплохо. Видите, такой получается очень casual силуэт. Это смол. То есть он очень оверсайз. Ничего, правда, мне даже нравится как-то это. Какой он стоит, интересно. 25 долларов. Вот видите, вот такой вот он. Они тоже есть разных цветов. Но цвета все-таки бледные. Здесь вот такая резинка. Ну, точно вот как футболка, только такая длинная и мятая. И вот с такой вот интересной проймой. И курточка. У нас 60 долларов стоит она. И это размер смол. Ну, вот она симпатичная. Но дорого. Я считаю, что это очень дорого. Для такой коротенькой курточки в Винни-клуб. Не знаю. Базовая блуза. В ней есть хлопок, есть лёный, есть синтетика. Я потом посмотрю точно сколько. Вот такой вот воротничок. Это тоже, по-моему, размер смол. То есть вот они очень все такие объемные. И с этой юбкой я померила, потому что здесь есть такой серенький цветочек. А здесь такой пыльные розы. Ну, в общем, как-то сочетается. Очень хорошая базовая блуза. Мне кажется, вот, знаете, на жаркое лето. Тоже можно с брюками, с шортами. Видите, она сзади тоже довольно длинная. Прикрывает пятую точку, чтобы очень удобно. Здесь немножко коротковато. Могло быть тоже подлиннее, было бы лучше. Удобный рукав, красивый цвет. Мне, кстати, она нравится. Интересно. Я потом посмотрю, сколько она стоит. Так, давайте я так вот себе сниму в полный роз. Чтобы вы видели. А юбка разный варч. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что она мне уж очень большая. А вообще даже нет. То есть, она как бы такая. Вот юбка маломерит немножко. А блузы, верх, топы у них очень широкие. То есть, это смол и, как бы, вы понимаете, да? Кстати, вот с джинсовой курточкой тоже неплохо. Такой розовенький джинс, синенькая юбочка. Зелененькая, вернее, неплохо. Симпатичная, мне кажется, храда. Мне все нравится эта куртка. Но единственное, что она, конечно, цена такая. За что, непонятно. Была хоть длинная, да? Так было бы так. А что, на самом деле, еще и короткая. Стоит она 35 долларов. Размер смол. И видите, вот этот состав. 47 район, 30 триллион и 20 котон хлопок. Ну, хороший сустав. И она такая очень приятная. Мягкая, легенькая такая. Хорошая. И воротник мне это нравится. Не вот этой вот стойкой, что они обычно любят делать, а вот такой вот воротничок мне очень нравится. Классно. Так, юбка стоит 40 долларов. Размер large. И она вся-вся полиэстер и вверх, и подкладка. Потому что у нее, видите, внутри другая ткань подкладочная. Здесь вот резинка, но все это полиэстер. Но она симпатичная. Выглядит неплохо. Очень даже миленько. Знаете, я очень скептически отнеслась к этому платью. Но когда я его надела, мне оно прямо очень понравилось. У меня есть еще черное и синие, по-моему. Платье-парашют такое, ну вот короткое. Оно выше колена. У него там внизу подкладка, потому что оно довольно прозрачное. Но я хочу сказать, что вот этот век. Это хлопок, а подкладка полиэстер, что очень обидно. Но оно очень симпатично выглядит. Вот такое вот платье-парашют. Коротенькое. Размер не помню. Посмотрю. Наверное, медиум. Вот такой вот воротничок у него. Длинный рукав. Что хорошо. Но он очень тонкий. Знаете, оно очень тонкое. Поэтому вот такой летний вечер. Он нам не черной колготки. Поэтому, может быть, это не самое лучшее сочетание. Но вообще оно очень приятное. Очень тоненькая ткань. Хорошая. Корманов жалко нету. Ну вот видите, такое воздушное-воздушное платье-парашют. Каким-нибудь вот кучком. Как всегда здесь ор несу светлый. Как всегда мне не кладут. Так, размер медиум 50 долларов. 50 долларов. Хлопковое платье с плестровой подкладкой. Видите, вот тут она. Жалко. Но видите, он такой тоненький-тоненький хлопок. Очень хороший. Даже если я, знаете, что думаю, если... Вот она прозрачная. Но если купить, там есть еще черное платье. Даже и подкладка особо, наверное, будет не нужна. И тогда можно обойтись без нее. И, в принципе, чисто хлопковое платье. На 50 долларов, конечно, дорого. Еще одно платье. И мне, ну, прямо, очень нравится. Если учесть, что оно тоже на селе за 20 долларов сейчас. Стоило, по-моему, 40. Это размер тоже small. То есть вы понимаете, да? Они есть тоже, по-моему, такую полоску. Из бело-желтую или такой бело-бежевую. Хорошая такая длина. Очень приятное платье. Такое, знаете, оно сделано из такого плотного трикотажа. Я посмотрю, что это состав. Но мне прямо очень нравится. Косончик такой. Выташила свои бусы для костюмей. Карманы. Классное платье. Очень симпатичное. Ну и, конечно, отлично, что оно на селе. Это здорово. Это просто класс. Симпатичное платье. Понравилось мне. Я померила еще с этой джинсовой курточкой. Вообще очень неплохо. Ну, не обязательно. У меня есть своя джинсовая курточка короткая. Причем всякие разные. Так что мне совершенно не обязательно здесь покупать. Но вместе, вы знаете, оно так неплохо выглядит, по-моему. Симпатично. Еще у меня есть одна такая вещь. Я хочу померить. Это называется, значит... Стоило на 100 долларов. Сейчас она стоит 70. Это Uniqlo U. 100% хлопок. И это называется рубашка-пальто. Shirt coat. То есть, представляете, да? Рубашка-пальто. Очень интересная вещь. Слушайте, вот это прямо классная вещь. Мне прямо очень она понравилась. То есть, его можно носить как пальто, можно носить как платье. Написано, что это рубашка-пальто, но, по-моему, это платье-пальто. Потому что оно довольно плотное, застегивается. Тоже размер смолновый, понимаете, да? Что оно довольно большое. Стоило 100 баксов. И сейчас стоит 70, по-моему. Вот такой длинный. Я потом его застегну как платье. Покажу вам, завяжу. Покажу вам, как это выглядит. Здесь есть пояс. Здесь есть карманы в таких боках. Хлопковая вещь, но он без подкладки. Оно, то есть, видите, какое оно сделало внутри. Давайте я его застегну и завяжу на пояс. Будет как платье. Видите, как оно выглядит застегнутое? В принципе, это как летнее пальто. Или, если застегнуть его полностью, оно, в принципе, как такое плотное платье. Может быть, это не слишком хорошо к телу, если его носить как платье, потому что оно довольно, знаете, довольно такое толстое, как дирюка, как джинса такая. Но очень интересно. Посмотрите, очень интересный воротник. Хорошо так застегивается. Красивый кольс. Красивые карманы. Отличная вещь. На селе сейчас, по-моему, еще есть черные. Вот такого цвета и черные. Смотрю по тут. Но это красивый цвет. Такой защитный ментолог. Смотрите, какой классный. Просто очень класс. Супер. Видите, какое оно, значит? Оно стоило 99. Это смол. И 100% хлопок. Интересная, правда? Такой стиль. Милитари немножко. Здесь стоили карман внутри. Видите, вшитый карман. То есть, как в пальто. Классно. Мне нравится очень. Видите, как здорово. Платье-то 100% хлопок. Смол. И сейчас оно не 40, а сейчас оно 20. Прямо я задумалась. Очень классный сарафан, девочки. Летний сарафан на шлейках. Здесь вот такая вот пышная юбка. Карманы. Очень красивое вот так вот сделано здесь декольте. Декольте и толстые шлейки, что очень удобно. Не тоненькие, а толстые, что можно лифчик надеть вниз. И не надо думать о том, что это будет как-то там чать, вылезать. И что-то будет как-то что-то не то. Хорошая длина. 50 баксов. Но вон хлопок, лен и что-то там еще. Сзади резиночка сделана. И вот эти шлейки можно регулировать. Я потом сниму, покажу вам как. Очень симпатичный вот этот вот. Такой лифт красивый. И красивая юбка. Цвет красивый. Там есть несколько цветов. Еще, по-моему, черные. В общем, сниму потом. Поставлю картинку. Красивое платье. Красивый сарафан. Очень мне нравится. Смотрите, какой. Цвет красивый такой, кирпичный. Пседор. Жалко. Жалко на сарафанчик, ну правда же. Очень классный в комплекте с этим пальто. Два цвета таких красивых. Сочетаются. Оранжевый и такой зеленый-монтоловый. Расшитный. Даже не знаю, какой он больше. Красиво вместе. Сейчас я его еще померю с джинсовкой. Тоже должно быть. Ну и с джинсовкой классно, конечно. А с джинсовкой все хорошо, правда? Что может быть? Плохо. Джинсовка чем удобно, что ее можно абсолютно совсем носить. Ко всему она подходит. Такая коротенькая тоже очень удобно, потому что, в общем, на любое платье ее можно надеть сверху. Она компактная цветка. Вот так вот мы выглядим вместе с ним. Пальто мое мешает вам, заслоняет обзор, девочки. Ну что делать? Маленько-примерчные. Извиняйте меня, потому что большая глазанка. Не все же коту масляница иногда. Иногда мне тоже она не достается. 50 долларов, размер медиум. Видите, состав у него. Район, лен и котен. Ну и что-то там еще. Мне кажется, что это резинка, спандекс, сплестер. Это, наверное, какие-то здесь, не знаю, вроде никакой подкладки нет. Видите, как оно сзади сделано? Сзади сделано вот такой вот резинкой. Очень удобно. И вот эти вот шлейки, их можно сделать немножко подлиннее бретельки. Здесь две пуговицы, что можно их удлинять. Причем, видите, можно... Видите, они как-то не на одном уровне. Интересно, я не очень понимаю, в чем смысл. Вот эти тоже. В общем, как-то, видите, они так сделаны, что они не на одном уровне, видимо, для удобства, как-то так, не знаю. Ну, в общем, хорошее платье, девочки, симпатичное, сарафанчик. Но 50 долларов за сарафанчик как-то мне в лом отдавать. А видите, здесь шлейки немножко такие собранные вот так. То есть здесь она такой защипает, потом расширяется. Молодцы, неплохо, хорошо сделали. Но цены, конечно, ай-яй-яй. Ну все, девушки, будем прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Она, несмотря на то, что для части моих зрителей, к сожалению, магазин Дениклоу не доступен сейчас. Но никто не знает, что будет дальше. Это раз. А во-вторых, в общем-то, я думаю, что такого типа одежды можно найти в других магазинах. Ну и вообще любопытно поглазеть, что новенького у них. Все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была Ваша Дипа из Канады. Пока-пока-бай. Люблю, целую.